Самолеты Швеции и Германии перехватили два российских Су-30 над Балтийским морем. В субботу, 3 августа, шведские и немецкие самолеты перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем. Об этом сообщает новость Украина с ссылкой на Bild и пост воздушных сил Германии в соцсети ХА. По словам спикера военно-воздушных сил ФРГ, два немецких истребителя Еврофайтер и два шведских самолета поднялись в небо на операцию по перехвату, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты РФ держали курс на Латвию, которая является страной НАТО. Он предположил, что пилоты сувероятно совершали полет в связи с учениями с участием военных кораблей. Также спикер уточнил, что на авиации РФ были выключены транспондеры и россияне не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета самолетов не сообщался заранее, как обычно бывает в акватории Балтийского моря. Представитель ВВС Германии добавил, что пилоты Су-30 вели себя недружественно, не сотрудничали и не реагировали на сигналы, но и не были агрессивными. Подобные инциденты. Напомним, что в марте 2024 года истребители НАТО пять раз за неделю перехватывали военные самолеты РФ. В те разы россияне также не предоставляли планы полетов. Отметим, что случаи с перехватами происходят уже далеко не первый раз. Также новости Украина писала, что 26 июля российское судно незаконно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее Хамина. По данным пограничной охраны, границы нарушила российское научно-исследовательское судно «Михаил Казанский». Незаконное пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения пограничной охраны, а также патрулем береговой охраны. Судно РФ прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.